Российский Азимут При солнечной теплой погоде Участников было даже заявлено больше, чем мы предполагали 620 человек примерно Все прошло в штатном режиме уже 8-й год подряд Поэтому как бы все хорошо, здорово получилось нынче Ну и как бы я заметил, что появилось нынче у участников какое-то желание Интерес появился Осознанное желание, вид спорта наш такой не очень знакомый для многих Ну все здорово, лично я очень рад, что все так как бы у нас прошло И традиции сохраняются И традиции сохраняются Вячеслав, впереди у треотлонистов важный старт 3 июня Вежевский стартует чемпионат первенства России В рамках этих соревнований пройдет еще любительский турнир Вот немножко подробнее об этом, обо всем Да, 3 числа чемпионат и первенство России Элита будет выступать на стандартной дистанции Так еще есть у этой дистанции еще и второе название Олимпийка, более знакомое Но вообще официально это стандарт И первенство России это спринт у юниоров 98-99 годов рождения Отбор на чемпионат Европы в Австрии Который будет проходить с 17 по 19 июня в Австрии в Кисбюэле Поэтому конечно же все сейчас настроены на выступления Ну и как отметили вы в рамках этих соревнований Это уже традиция проведения соревнований среди любителей Которые будут выступать в воскресенье 4 июня Также на двух дистанциях Есть дистанция спринт 750 плавания, 20 километров вилогонка и 5 километров бег И еще одна дистанция Это также наша традиция всегда Мы ее называем народный триатлон Некоторые еще супер спринт называют У этой дистанции такого нет Официального названия Более доступна для нас И вот в ближайшем к нам регионе Мы называем эту дистанцию народной Немножко подробнее на российском Азибире Самые возрастные участники, самые юные участники Насколько наши жители умеют правильно так значит владеть и компасом и картой Ориентироваться на местности Ну самый возрастной у нас был по-моему 44 года рождения Это значит 73 года получается Да, женщина у нас была Калинина Мария А самые юные вот были 2013 года Это значит вот мой внук участвовал Ему 4 года будет только Справился, с дедушкой рядом шел Он с мамой, с мамой С мамой шел, справился, дистанция была доступна, простая На первом КП сказал, когда это уже финиш Уже устал Уже устал Но тем не менее прошли Деток было много и целыми семьями приходили Насколько понимаем Да, очень много было По вашему мнению, Вячеслав, сегодня кто идет в триатлон? Какова мотивация у этих людей? Сейчас очень большой выбор видов спорта Которые действительно как бы для многих Может быть это на границе возможностей организма Это супер длинные какие-то забеги Их действительно очень много И экстремальные Триатлон наверное к такой же одной дисциплине Относится этих экстремальных видов для любителей Конечно для профессионалов это олимпийская дисциплина Триатлон, есть вершины олимпийские игры Но у триатлона есть еще множество дистанций Поэтому это как для альпинистов Эверест, может быть для триатлетов Также существует еще и длинная дистанция Айронмен Поэтому кто на какую вершину замахивается Поэтому может быть и вот это притяжение Вот этой вершиной Познать даже себя Да, да, да Наверное проверить свои возможности силы Это является наверное той движущей силой Которая сейчас позволяет так объективно Надо оценить, что триатлон действительно на подъеме Особенно среди любителей Потому что у нас несомненно непростой вес В плане того, что и требует определенного приобретения инвентаря И непростого по стоимости Но в любом случае это не останавливает И вот это приятно, что подъем действительно есть На примере Удмуртии даже Айронмен выступали на многих международных триатлонах Поэтому конечно же это приятно Мы где-то наверное в середине Вот если оценивать рейтинги Количество финишеров Айронмен Есть такая терминология То мы где-то в общем-то в середине По мастерству я хочу сказать, что мы действительно На очень высоком уровне среди любителей У нас очень высокий уровень мастерства Поэтому это приятно, радует нас Что мы в общем-то в любом случае Есть новые спортсмены-любители Которые вливаются в эту группу И несомненно количество финишеров Будет еще больше Будем надеяться, верить самое главное А насколько сложные дистанции Все-таки в спортивном ориентировании? Самая длинная, так скажем На российском азимуте мы конечно дистанции делаем В общем-то для новичков Чтобы любой желающий, который впервые пришел Мог эту дистанцию преодолеть А в принципе вообще в спортивном ориентировании На каждом старте для каждой возрастной группы Есть свои критерии Ориентировщики любят Чем сложнее дистанция, тем она интереснее Рогейн, вот она Это самое, сколько протяженностью? Есть у нас и такая дисциплина Она уже маленько как бы выходит На рамки спортивного ориентирования Рогейн Это там уже участники преодолевают Там у них есть допустим 8 часов За 8 часов им нужно собрать 16 часов и 24 часа Как бы это самое И есть бегом, и есть на велосипедах В общем это самое И тоже очень большое количество в Удмуртии любителей Этого вида ориентирования И в этом году вот мы сейчас сделали запрос Пока ждем ответа Возможно, если нам дадут, то мы проведем чемпионат Чемпионат и первенство Плевожского федерального округа по Рогейну В конце августа А велоориентирование? Велоориентирование это как один из видов ориентирования У нас вообще ориентирование бегом, ориентирование на лыжах И велоориентирование Это три вида ориентирования, которые... Какой настоящий такой вот велопробег, так скажем Вот в эти выходные, пятницу, субботу, воскресенье В районе поселка Силычки Красная Горка Там в общем как бы для ориентировщиков знают, где это находится В лесу Будет проходить чемпионат и первенство Удмурской Республики По спортивному ориентированию А в субботу еще в рамках этого чемпионата Будет второй старт велоориентирования Желающих много уже? Ну где-то человек, по-моему, около 40 заявилось на велоориентирование Какие меры предресторженности надо соблюдать, в общем-то, триатронистам И какой физподготовкой должен обладать человек для того, чтобы даже преодолеть ту же Олимпийку Еще раз напомним, что это полтора километра плавания, 40, велогонки и 10 бега Да, ну это на этой дистанции в Вежевске будет выступать только элита, которая отбирается на чемпионат Европы в Австрию Полтора сорок десять Ну это достаточно серьезные требования к организму В общем-то, температура воды, прекрасно понимаете, что она достаточно нетеплая И в любом случае находиться в ней элита плывет в среднем от 17 до 19 минут эти полтора километра Но в любом случае 17 минут в воде, это достаточно серьезные требования Плюс полтора километра, это практически максимальная дистанция для спортсменов в плавательном бассейне То есть стаерская дистанция для любителей Конечно, дистанция чуть покороче, но в любом случае целенаправленная подготовка к выступлению в триатлоне Она начинается практически для многих Завершается сезон, если где-нибудь в сентябре в России последними соревнованиями То уже с октября или с ноября многие начинают готовиться, записываются и приобретают абонементы любителей Также начинают приходить и бегать То есть просто так завершить дистанцию – это первый уровень Следующий этап – это, наверное, уже ты замахиваешься на более высокий Ты понимаешь, что ты не очень высокое место занимаешь И нацеливаешься, это спортивный принцип Наверное, хочется кого-то обогнать Наверное, преодолеть себя И все, с этого момента тебя затянуло, ты попадаешь в эту орбиту, наверное В эту группу людей, которые заинтересованы Это здорово, и действительно в Удмуртии заинтересованных триатлоном становится больше 13 августа в Воткинске пройдет еще один триатлонный старт Вот немножко тоже о нем Действительно, мы формат стандартной дистанции, олимпийки не проводили в Удмуртии Хотя вот еще раз отмечаю, что на следующий год 30 лет триатлону в Удмуртии Но вот за эту историю мы все же пока впервые столкнемся с дистанцией Прикладываем, наверное, действительно это много усилий Это, во-первых, мера безопасности Это круг, будем смотреть, потому что организатором соревнований является еще и компания Которая также будет помогать вместе Какая дистанция, что она из себя будет представлять? Это? Это, наверное, я думаю, что это два круга по 750 метров Возможно, уменьшение вот этого круга Но в любом случае мы в рамках стандартной дистанции олимпийки еще будем проводить спринт-триатлон Поэтому, а у спринта 750 Поэтому, конечно, это два круга по 750 метров Постараться максимально зрелищно сделать плавание Все-таки это в черте городов, на набережной И это хотелось бы так, чтобы это было интересно и видно зрителям Которые будут, надеюсь, в Откинске поддержат три атлетов 13 августа Но далее они выйдут из воды и уже по улицам города будут проезжать У кого стандарт, олимпийка, то это 40 километров круг Все также будет зависеть от того, каких возможностей мы сможем перекрыть И обеспечить от автотранспорта Это все, вот эта система, она требует определенного действительно времени Все не так просто, как бы, организовать триатлон, конечно Еще раз, вот для любительского триатлона, который 4 числа, так я понимаю, пройдет на комплексе Демидова Что нужно человеку, который захочет принять участие в этом старте, в этом турнире? Конечно, медицинская справка, разрешающая спортсмену участвовать в соревнованиях по триатлону Велосипедный шлем, велосипед, ну и функциональная готовность, да, конечно И желание, вот тут, конечно, желание, надо измерять свои возможности Умение преодолеть вот эту водную преграду 750 метров в воде Это для любителей около 10-15 минут Это тоже надо понимать, что это непростое испытание Поэтому хотелось бы сразу же воспользоваться тем Но в основном те, кто сейчас на стартовом листе Это те спортсмены, которые опыт выступления имеют Но, конечно, в любом случае Желающие посмотреть, зрители, каким образом смогут добраться Всех приглашаем 3 июня Программу действительно мы сейчас продолжаем готовить По расписанию пока это 8.30, но возможно, конечно, изменения на перенос соревнований на более поздний срок Но в любом случае может 9.30 и мы 3 июня практически с утра до вечера Программа у нас рассчитана на награждение 18.00 Торжественное открытие пока также вот оно 12.20 Но, возможно, также вот все будет зависеть от того, насколько мы программу поставим Ну и любители спортивного ориентирования еще То есть это ближайший старт, это чемпионат Адмуртии в эти выходные И еще Ну у нас практически в летний сезон Каждые выходные соревнования Каждые выходные соревнования Если не у нас в Адмуртии, то мы выезжаем к соседям В Татарстан, в Пермский край Как бы, в общем, практически в прошлом году Вот с 1 мая по начало августа Я дома был одни выходные Все остальные выходные я был на соревнованиях То есть люди могут заходить на сайт, узнавать информацию и заявляться Ну а Российский Азимут в следующем году пройдет также в Ижевске, да? Также в Ижевске В эти же примерно ориентировочные сроки А в сельских районах еще будет география расширяться? Ну пока мы Российский Азимут проводим здесь, потому что это... Но перспективы все-таки Ну перспектива, было бы желание, в общем, провести можем как бы везде Желание организаторов на местах Если это, то мы поддержим, поможем В общем, и с картографическими материалами, и со всем Вот Хорошо Ну что ж, удачи и спасибо вам, что пришли к нам в студию Ну а я с вами, уважаемые телезрители, прощаюсь До встречи ровно через неделю Субтитры сделал DimaTorzok